Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 11 главу. Отвечал Савар Наманитянин и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести? Итак, знай, что Бог для тебя некоторые беззакония твоих предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Сидержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже, преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его, и шире море. Если он пройдет и заключит кого в оковы, и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Такая речь Сафара одного из друзей, мы помним всю эту историю, которая происходит с Иовом, одного из друзей, который приходит якобы утешить его, Сафар, на Амитяне, на котором говорится здесь. Но мы видим, в речах его есть, в общем-то, и такой некий упрек в сторону Иова, что он не понимает того, за что он страдает, и что Бог посылает страдания только человеку, который творит беззаконие. Но также в его речи можно и найти, в общем-то, и справедливое суждение о Боге, где он говорит о том, что Бог, он справедливый, что он вседержитель, что он все знает, и не оставит без внимания беззаконие человека. Такая двоякая речь. Вот что по этому поводу, когда особенно говорит Сафар о пустословии, пишет, например, Климент Александрийский, цитата. «Как сказано выше, не зная соответствующей цели, возвещаемого Иовом, он говорит ему, не будь многословен, то есть не будь пустословен. Божественное слово, научая воздерживаться от преизбытка слов, говорит при многословии не миновать греха». Книга «Притч», 10 глава, 19 стих. «Называя здесь многословием произнесение неподобающего, а то, что многословие производится немножеством произносимых слов, показывает апостол». Деяние апостола, 20 глава, 7 стих. «До полуночи продолжал слово». Здесь говорится об апостоле Павле, который научал Церковь Божию до полуночи. И далее продолжает. «И можно подивиться дерзости Сафара против Иова, потому что, отвечая ему, он утверждал, что нет того, кто ответит ему, ибо он думал, что Иов страдает за порочность, не ведая другой причины». Конец статы. То есть не ведая другой причины промысла Божия. О чем здесь говорит святитель? Он говорит о том, что не всякое слово есть пустословие. Говорит о том, что пустословие — это только то слово, которое не соответствует божественному откровению. То есть речи, которые, как сказано, говорит ли кто, говорит как слово Божие. Поэтому и приводит два примера. Книгу «Притч», как мы видим, говорит, при многословии не миновать греха. И далее другой пример, Деяние апостола, 20 глава, 7 стих, что апостол Павел до полуночи продолжал слово. То есть нельзя назвать пустословием из речений Священного Писания, потому что Слово Божие — светильник ноги человеку, и, в общем-то, Слово Божие, как сказано, освещает человеку. Что же такое пустословие, в котором старается обвинить Сафар Иова? Это те слова, которые праздные. Они ни к чему не ведут. Это просто, как у нас в народе говорят, лишь бы поболтать, почесать языком. Вот это и называется пустословием, но ни в коем случае на учение Божественного Откровения. Василий Великий, святитель, пишет следующее, цитата. «Будь ленив к празднословию, а благоразумен и сведущ в спасительном слышании Божественных Писаний». Конец цитата. Мы видим, что отцы церкви очень четко разделяют эти понятия. Вот Василий Великий. «Будь ленив». Как хорошо действительно быть ленивым к празднословию, то мы ленимся, наоборот, к чтению Священного Писания и слушанию его. А вот просто так поболтать мы к этому всегда готовы. И вот он говорит «будь ленив к этому». Хорошо, если бы все превратились действительно в ленивцев к пустословию. А вот Ава Исаия еще поучает по этому поводу, цитата. Кто поразнословит во время Божественной службы, очень важная, по-моему, для современного человека и для наших православных христиан. Как только пропели «Отче наш», начинает самое, в общем-то, в храме то, к чему вся литургия была и устремлена. Священники в алтаре причащаются. Здесь начинается и хлопание дверями, и какой-то шорох, и начинают обсуждать все свои проблемы, все, что кто-то делал в ожидании самого святого, в общем-то, действия, причастия Евхаристии. Священники причащаются, сейчас выйдет священник с чаши, будет причащаться весь народ Божий, готовящийся к святому причащению. Но тут что-то не творится, и пошли за книжками, и пустословие, и все. И вот все, чего только нет. И вот Ава Исаия так и пишет. «Кто поразнословит во время Божественной службы, тот подвергается сугубому порицанию. Он отвлекает от молитвы и псалмопения, и того, с кем разговаривает, и тех, которые стоят рядом». Конец цитаты. На многих храмах, наверное, на дверях тоже можно повесить. Мы знаем известное из речения Амросия Оптинского, преподобного, который так и говорит. «Если мало скорбей, продолжай болтать во время службы». Примерно так. Итак, мы видим, что в пустословии не избежать и осуждения. В основном пустословие, оно в этом и состоит, что мы осуждаем друг друга. Святитель Анзела Тауз замечает по этому поводу цитата. «Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку». Вот как мы почитали в 12 главе. «И хорошо, он сказал, равен ослу пустынному, который постоянно ревет. Наши слова, — пишет святитель Анзела Тауз, — говорит он, — ничем не отличаются от того невнятного голоса, который вопит случайно и безумно. Мы порицаем все по любому поводу, все осуждаем». Действительно, в пустословии не избежать осуждения. Далее мы читаем с вами с 13 стиха. «Если ты управишь сердце твое и простришь к нему руки твои», то есть Сафар продолжает наставлять Иова, обличая его в каких-то грехах, которые он не делал. Иов очень хорошо понимает, в отличие от Сафара, все, что с ним происходит, что это по промыслу Божию, что Бог испытывает его. Пока он до конца не понимает, почему именно так, он как бы, Иов, можно сказать, возрастает в восприятии божественного откровения. Но он не понимает все законнически. Разум Иова и его душа, она уже очень близка к новозаветному пониманию. То, когда будет сказано «милости хочу, а не жертвы». Господь действительно и уже в Ветхом Завете об этом скажет «милости хочу, а не жертвы». И потом в Нагорной проповеди будет сказано «блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Но Сафар этого не понимает и продолжает упрекать Иова. И говорит он в 13 стихе «Если ты управишь сердце твое, прострежь к нему руки твои». Говорит, что и сердце, и внутреннее состояние Иова ему не нравится. «И если есть порог в руке твоей, то есть в делах твоих, а ты удалишь его и не дашь беззакония обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться». Интересный такой упрек, то есть как бы здесь Сафар говорит о том, что если ты покаешься и будешь угоден Богу, то тогда у тебя будет некое такое изобилие. Он так продолжает. «Тогда будешь горе, как о воде приткнешь и протекший будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пройдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно, будешь лежать и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, а глаза беззаконных и стают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». То есть мы видим, что Сафар говорит о том, что если ты примиришься с Богом, в общем-то он здесь проповедует то, что модно сегодня в некоторых неопротестантских кругах. Это так называемая теология благополучия. Если ты будешь с Богом, холодильник будет полный, машина у тебя будет хорошая, будешь спать спокойно, никто тебя не потревожит, все у тебя... Но это и сродни, может быть, секулярной психологии современного мира. Это говорит о том, что вот надо примириться, и у тебя будет все спокойно, ты будешь всегда насыщен и будешь богатый. Но на самом деле это упрек, и все, что проповедует здесь Сафар, глубоко и глубоко ложно. Он неискренен, во-первых, в своих суждениях, потом он невежественен в вопросах понимания соединения человека с Богом. А невежество всегда приводит к лицемерию. Вот что по этому поводу, например, пишет Григорий Великий. И, видимо, Сафар увещевает Иова, но при этом и укоряет. Укоряет в том, чего и нет, как будто он терпит наказание за грех. И вот далее продолжает, цитата, заблуждение Сафара. Возомнив себя учителем, он словно бы увещевает Иова, говоря, «Даже если ты совершенно чист, так что всегда простираешь руки в молитве, когда просишь что-то у Бога, будь готов отвергнуть и то порочное, что осталось в тебе, и не дай беззаконие обитать в себе». То, что имеет такой смысл. «Если окажется как-нибудь, что ты совершил беззаконие, пусть порог не остается в тебе и не обитает в твоей жизни». Вот что он говорит. Он говорит это потому, что по здравому смыслу чистоте души должна соответствовать и нравственная добродетель. В общем-то, правильно. Чистоте души должна содействовать и нравственная добродетель. Если человек не занимается устроением своего внутреннего мира, не занимается молитвеним деланием, нет в его жизни понятия упражнений, то есть аскетики, то тогда, делая какие-либо дела, не наблюдая за собой, что там внутри, этими делами можно погубить и себя. Помните слова Симеонного Богослова? «Добро, сделанное недобрым образом, не есть добро». То есть, если человек доброе дело делает по гордости, и по тщеславию, оно человеку бесполезно для Царствия Христова. Он возрастает в чем? В высокомерии, в самомнении, в самолюбии, в самолюбовании и прочих-прочих грехах. То есть, делая добро, как бы внешне, он губит сам себя. Ну, Сафар здесь, в общем-то, в какой-то мере прав. Но он не прав только в том, что в этом он укоряет Иова. Но надо помнить, что Иов здесь еще и прообраз Христа. В нем не было греха. Как сказано, он был подобен нам во всем, кроме греха. В нем не было это разделение, то, что есть в человеческой природе. В человеческой природе в связи с грехопадением есть это разделение. Разделение между внутренним миром и внешними делами. Часто перед людьми начальствующими, или которые нам в какой-то степени выгодны, мы проявляем смирение. Но это смирение называется лжесмирением. То есть, мы лицемерим ради своей выгоды. А с людьми, которые не так уж значимы для нас, мы ведем себя так. Ну ничего, ты там постоишь или там посидишь. Поэтому Господь Иисус Христос и предупреждает, говорит, когда войдет к вам человек в богатой одежде, не скажете ли вы, садись здесь, тебе лучше сесть. А когда войдет в бедную одежду, скажет, ну садись там, где-нибудь там на заднем плане. И тогда Господь предупреждает и говорит, не пересуживаете ли вы, откуда вы знаете внутреннее состояние человека. Так и здесь. И говорит, свидетель Григорий Двоислов продолжает и говорит. Он говорит это потому, что по здравому смыслу чистоте души должна соответствовать и нравственный добродетель. И продолжает. Поэтому подобные изречения, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, 1 Тимофея 2.8, подобные изречения, как бы он хочет сказать, соответствуют 1 Тимофею 2.8, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. То есть, когда мы что-то делаем руками, это нужно делать без гнева и сомнений. И далее. Но он ошибается, Сафар, своих суждениям по отношению к Иову. Он ошибается, думая, что можно иметь чистое сердце и неправедные дела. Ему можно возразить, что творящий милостыню, чтобы видели его люди, тем самым обнаруживает свое оскверненное сердце. Конец статы. Какое интересное заключение. Так и говорит. Тем самым обнаруживая свое оскверненное сердце, если человек любое добро делает напоказ. То есть, полюбуйтесь мной, как я сотворил добро. Такое добро, еще раз повторю, губит человека. Итак, далее. Чем заканчивается вся эта глава? Будешь лежать, и не будет устраяющего, устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, глаза без оконных и стают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Вот Григорий Двоеслов снова продолжает и говорит, что это лицемерные слова Сафара. Цитата. «Кто ищет теперешней славы, тот вне сомнения боится презрения. Кто жаден достижания, тот верно боится потерять. Как раз та самая вещь, которая представляется ему целительной, то есть все у тебя будет, ранит его своей потерей, так как он прикован к вещам, перевенчивым и обреченным на погибель. На что надеется этот грешник во всех его помышлениях? Как ни на то, чтобы призойти остальных своей силой, обогнать других обилием имущества, подчинить господством своих противников, представить достойным восхищение перед последователями, умерять по желанию гнев и выглядеть благодетелем, когда его хвалят. Чтобы ему предлагалось все, чего запросит его аппетит. Чтобы спешно исполнилось все то, что повелевает его похоть». Это то, к чему Сафар призывает Ио. И в этом его ложность суждений. Поэтому здесь очевидно заблуждение Сафара в его речи по отношению к Ио. Очень важно это понимать. Очень важно вслушиваться нам слова Священного Писания. Важно вникать в глубину Слова Божия, для того, чтобы не делать нам таких ошибок, которые часто мы допускаем по отношению к ближнему, когда видим его страдания. Мы сразу начинаем говорить. Результат твоих страданий, подобно Сафару, это все результат твоих грехов. Поэтому отнялось у тебя что-то в жизни? А, ну потому что ты в храм не ходил. А, в аварию попал на машине? Ну вот, говорили тебе, надо было осветить автомобиль. Не осветил, вот поэтому попал. Когда один священник освящал автомобиль, и у него, если уж об этом так сказано было, у него спросил тот освящающий, батюшка, а что теперь машина у меня никогда не сломается? Священник ответил очень мудро. Сломается, но в нужное время и в нужном месте. Поэтому иногда люди думают, что если они с Богом, то все у них должно протекать благополучно. Помните, эта ошибка была, кстати, и у учеников Христа. Помните, притчу о богатом юноше. Когда Христос говорит о том, что трудно богатому войти в Царствие Божие, что, спросили ученики, кто же тогда может спастись? Это была ошибка ветхозаветного сознания, не просвещенного Духом Святым. Что если человек беден, если человек как-то уничижен, если человек потерял свое богатство, значит, он наказуем Богом. Это ошибка. Бог иногда испытывает человека, а люди, которые ошибаются в таких суждениях, начинают осуждать этого человека и упрекать, когда этот человек нуждается в утешении. Поэтому будем вникать в стройку Священного Писания, особенно в эту историю, для того, чтобы понимать, что не всякое добро, которое сделано, всякое добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро. Будем воздерживаться от лицемерия, упреков, и не будем подражать Сафару, но будем подражать Ио многострадальному. Спасибо, Христос. Продолжение следует... Продолжение следует...